на следующем уровне мы уже более тонкую работу попробуем сделать не убираем руку а немножко ослабляем захват делаем такую дырочку то есть касание сохраняется но ты чувствуешь что можно пройти вот это надо распознать но тот кто дает это делать попытаться вот это сделать если вдруг не отгадал ну тогда там защиту выставляю значит еще не то дырочка даму показатели ты поработаешь я буду я буду ну давай я буду давать тебе вот эту дырочку ослаблять ты будешь пытаться для она на покажи что нас пока я тебе нигде не пропускаю то есть мы медленно делаем да вот здесь ослабил немножко те да я не слабил я тебе показал вещь я пришлось надо поднимать локоть а это уж слабая позиция я запираю плечо поднялось и развалил да там я не давал дырочку ну ты попробовал атаковать а сейчас ты сам видишь низко опустил не было запирающего и я сам уже должен атаковать не допуская такое безалаберное отношение делу я даже сейчас поднял даже не то что отпустил ну здесь была дырочка остановился у тебя свободная ты должен был а раз уже собой сам атаковать сейчас ты сейчас ты атакуешь да я тебе даю дырочки хорошо дырочки да ну а чё не атакуешь да то есть вот это из этого и складывается до что на как только ты становишься партнером начали крутить и ты искать момент даже одно движение вот то что мы крутим на координацию это начальный этап чтобы что там раз два три а можно и сразу до такого конечно если если у человека если стать задача у нас уже немножко ну скажем так прикладная применительная то не обучаться вращению то для чего ты шоу вообще необходимого смотри чтобы мы в процессе поединка я пытаюсь насти удар ты защищайся у нас есть соприкосновение сейчас вот такое соприкосновение какие варианты либо просто отойти либо попытаться отвести руку и продолжить атаковать до либо смять себя вот другое я пошел отсюда отсюда соприкосновение мне тоже нужно уметь да либо проломить твою оборону либо раскрыть и ударить и таким образом мы все варианты соприкосновения рук исследуем с этой точки зрения вообще пойти они есть да а соревнования не соревнования пробные не пробные делаю такие но когда официальных таких чтобы это она как не очень делал это на первый второй раунд не ну право гоним их можно на клубном уровне вот это все делать чаще всего вот по опыту в китае допустим те кто хотел соревноваться по спорту они выступали на обществе время после льда то есть правило то есть они тренировались до методику свою скажем так форму своей технике удара они нарабатывали сань а работали по тем правилам что такое соревнование да это просто набор правил каких-то если правило более-менее подходят то ну можно поучаствовать но чисто по и цуань ну потушу как-то проводились они сторонник соревнования почему потому что ну вот по опыту сколько это занимаясь разными видами как правило спорт занимает от 70 до 95 процентов времени все начинает затачиваться под правила и многие вещи которые для жизни самозащиты для здоровья не нужны их опускают и все под правило поэтому и цены гораздо шире там и с дубинками с 6 можно поработать можно не стандартной ситуации какие-то вещи там дубинки две только да можно с одной хоть домой что угодно вот нож и вилку взял это же ты знаешь принцип и цианте безранности чем там палку взял это будет твое оружие ну более-менее стандартно это 6 а вот да вот ну и также были такие так как из синицуань вышли то это еще короткие мечи парные там где парные мечи там и дубинки подходят ну два меча ну бабочки там какие-то можно с одним мечом есть форма с большим мечом форму да я же говорю можно хоть пенек взять и с ним работать какая разница просто суть в том что есть более-менее такое стандартная базовая 6 вот и она обозначена прямо а так ты владея методами цуань можешь с чем угодно делать вот я более глубоко исследую тему парных дубинок но мне без разницы могу то же самое с одной дубинка делать также исследовал с ножом с двумя ножами против ножа то есть ну такие жизненные ситуации потому что по жизни чаще можно встретить допустим дубинку или нож чем шест да вот если что-то серьезное там уже не по спортивным правилам будет а будет все что так и такие как помнишь место встречи изменить нельзя присели на лавочке я люби себя потом один стал ушел а второй сидел и как какое там смешанное единоборство все а там уже внимание до более такие качества ты на какую дистанцию садишься в какой-то готовности среагировать к примеру да это вот другие низко к навыке которые спорт дает в какой-то степени но не всегда поэтому я скажем так понимаю и ценю все вещи которые дают спорт но в то же время во всех делах есть свои плюсы и минусы и когда мы слишком попробовали по спортивным правилам ты шоу делать но я понял что это все в итоге сузится вот такую вещь и все будут готовиться по спортивным правилам и многие вещи мы не сможем наработать часто